65 экспонатов из семи стран Армении, Беларуси, Израиля, Молдовы, Польши, России и США представили начинающие и опытные коллекционеры и исследователи почтовой продукции на международной филателлистической выставке, которая торжественно открылась в зале областного общественно-культурного центра. Я уверен, что сегодняшняя выставка найдет своих поклонников, вот уже буквально пройдя по стендам, я в этом убедился вместе с моими коллегами, что очень много есть интересного, познавательного, оригинального. Обязательно эта выставка должна в городе Бресте проводиться на регулярной основе. В год исторической памяти эта филателлистическая выставка стала первой на территории страны, которую приурочили к 180-летию Брестской крепости и 50-летию поста памяти. Поэтому на ней было представлено множество экспонатов, посвященных истории войны и Брестской крепости. Здесь вот, например, почтовые карточки, здесь царские, здесь немецкие, благодаря которым мы тоже знаем немножко о Первой мировой войне и о крепости. Потому что крепость раньше была очень мала, она как бы у нас секретная была, показывали только дорогу в крепость, видите, там далеко крепость. Немцы уже показали, уже когда вошли в разрушение, все это как выглядело. То есть эти карточки – это экспонат филателлистической. В год 180-летия со дня фода в строй нашей Брестской крепости и 50-летие поста памяти вот так достойно, красиво показали нашу родную, любимую Брестскую крепость. Здесь на этой, ну, я не ожидал. Действительно масштабной выставки. Эта история, ведь через, даже через 100 и 200, а может, дай бог через тысячу лет, кто-то вернется к этому объекту, будем так говорить, или это уже будет музейный экспонат. Это очень здорово. Каждый из представленных экспонатов уникален. Это живая связь между прошлым и будущим. Александр Николаев – один из тех, кто представил на выставке свою коллекцию из истории почты Бреста. В нашем городе он первый, кто начал изучать и исследовать эту тему в разрезе филателлии. Первая марка вышла в 1858 году, а вот этот конверт – 1839 год. То есть, письмо от правителя к получателю доставлял нарочный. Вот это сургучные печати, видите, никаких отметок почты. Потом в больших городах стали появляться почтовые штинпеля. Вот такой скромненький из Москвы в Брест, Литовск, видите. Но о прибытии письма в Брест нет отметок. И вот только к середине XIX века, в 1851 году, появляется почтовый штинпель об отправлении и почтовый штинпель получателя в Риге. Познакомиться с этой и другими уникальными коллекциями выставки можно будет до 20 ноября. Ну а главной изюминкой её торжественного открытия стала официальная церемония гашения художественного маркированного конверта «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».